Регулярный этап чемпионата российской волейбольной высшей лиги А девушки из Тюмени завершили двумя домашними матчами с Уралочкой-2 у РГУ из Свердловской области. В первом уступили 0-3, во втором сыграли получше, но дивидендов в плане пополнения турнирного запаса и этот поединок не принес. Две равные партии воскресного матча остались за гостями. Надежда забрежила по итогам третьего сета. Его тюменки свели в свою пользу, но дотянуть до тайбрейка не получилось. Четвертая партия стала катастрофой. Уралочка-2 поймала неистовый кураж и шансов хозяйкам не оставила. Теперь у тюменок впереди утешительный финал за пятые и седьмые места. ФК Тюмень организовал турнир по киберспорту. Посвятили его юбилею команды с символичным названием «Геолог-60». Криштиану Роналду, Киллиан Баппе, Неймар и другие звезды мирового футбола выполняли задания сибиряков в режиме популярного симулятора FIFA 21. В решающем матче сошли соперники по виртуальному полю, но друзья в жизни – Владислав Пельчуков и Евгений Каримов. Они не раз встречались в финалах подобных соревнований. Победа неизменно оказывала Закаримовым, однако на сей раз сильнее был Фельчуков. Дважды – 3-1-7-4. Успех – секрета в тренировочном процессе. Разбор своих игр. Играю товарищеские матчи с игроками посильнее уровнем. Ну и вот так вот. Главное – смотреть на свои ошибки и понимать, где ты и что делаешь не так. Победитель Киберкубка не только получил памятные призы от ФК Тюмень, но и право представить город на всероссийском турнире, который организует профессиональная футбольная лига. Как отыграть минуту отставания всего за 6 километров? Спросите у Виктории Сливко. Тюменская биатлонистка стала главной героиней шестого этапа Кубка России в Красноярске, где побывала на пьедестале в каждой из трех гонок. Первые две попытки в индивидуальной гонке и спринте оказались серебряными, но набирающая форму после коронавируса Сибирячка без золота уезжать не намеревалась. Хотя партнеры по смешанной эстафете, откровенно говоря, добавили интриги. Вадим Истамгулов на первом этапе вывел команду в лидеры, а вот Вячеслав Малеев зашел на штрафной круг. Эмма Демирбулатова на третьем отрезке отыграла 46 секунд, но Сливко в роли финишера все равно ушла на дистанцию в минуте позади Антонины Кирсановой из Свердловской области, которую за счет уверенной стрельбы, грамотного хода и ошибок соперницы превратила в минуту с лишним, но уже своего преимущества. Седьмой этап Кубка России уже на этой неделе примет Новосибирск. Он начнется 28 января. Здравствуйте! По тюменскому времени 22.10, а это значит, что в эфире новости спорта. В студии Максим Яковлев. Как отыграть минуту отставания всего за 6 километров? Спросите у Виктории Сливко. Тюменская биатлонистка стала главной героиней шестого этапа Кубка России в Красноярске, где побывала на пьедестале в каждой из трех гонок. Первые две попытки в индивидуальной гонке и спринте оказались серебряными, но набирающая форму после коронавируса Сибирячка без золота уезжать не намеревалась. Хотя партнеры по смешной эстафете, откровенно говоря, добавили интриги. Вадим Истамгулов на первом этапе вывел команду в лидеры, а вот Вячеслав Малеев зашел на штрафной круг. Эмма Тимирбулатова на третьем отрезке отыграла 46 секунд, но Сливко в роли финишера все равно ушла на дистанцию в минуте позади Антонины Кирсановой из Свердловской области, которую за счет уверенной стрельбы, грамотного хода и ошибок соперницы превратила в минуту с лишним, но уже своего преимущества. Седьмой этап Кубка России на этой неделе примет Новосибирск. Он начнется 28 января. Кто виноват и что делать? Классические для русской литературы и действительности вопросы вполне уместны для хоккеистов и тренеров Тюменского легиона. Сибиряки вновь не сумели выйти в плей-офф МХЛ. Но куда печальнее тот факт, что дублеры Рубина второй сезон к ряду подтверждают реноме явного аутсайдера лиги. Заключительные домашние матчи регулярного чемпионата с остальными лисами ситуацию не изменили. Перечислять события встречи под номером один нужды нет. В этот вечер большинство игроков легиона из раздевалки так и не вышли, хотя и присутствовали на площадке. Поражение 0-12 стало одним из самых крупных за всю историю молодежки. При этом автор хит-трика в составе гостей Денис Корохов помнит битвы тюменцев и магнитогородцев еще на детском уровне, в которых победителями нередко становились сибиряки. Там мы как бы дети еще, а здесь уже более взрослый уровень. Ну, может, команда немножко не настроилась. Здесь нельзя кого-то конкретно отметить просто. Соперник сыграл так, мы сыграли немножко по-другому. У нас что-то больше получилось, у них что-то меньше. Показательный момент. После двух периодов счет был уже 0-8. Однако уральцы, обеспечив себе победу задолго до финальной сирены, продолжали действовать так, словно каждая шайба имела ключевое значение. Ну, мы просто, как сказать, в хантах, повели 3-0, упустили это все. Вот, считай, с командой поговорили, потому что нельзя даже, ведя в счете 3-0, надо до конца работать, работать, работать. Если ты ведешь счет, то надо, как сказать, знаете, добивать соперника, чтобы он не поднял головы, чтобы не возвращать их в игру. Повторная встреча сложилась для легионеров более оптимистично. В действиях игроков появилось долгожданное движение. Но к чему оно привело, так это к привозам на ровном месте. В одном случае тюменцы, действуя в большинстве, сами нарушили правила. Увидев поднятую руку арбитра, они почему-то встали. А вот Данила Юров – нет. В другом эпизоде подшефной Камалова так рвались на лед, что допустили нарушение численного состава, удаление, за которое соперник наказал незамедлительно. Ситуация в том, что лучше играли. Насколько лучше – это просто вопрос, и вопрос довольно-таки большой. Да, по счету, может, лучше это было. Но в плане игры, опять же, мы забиваем один гол за две игры даже этих самых. Один гол, чего забито довольно-таки мало. Плюс к тому, что у нас есть ряд проблем в обороне. Проблем в обороне, которые нам тяжело пока на данный момент их переломить. Ну и, конечно, в плане атаки, опять же, вопросы по нападающим, по защитникам, те ребята, которые даже в большинстве участвуют. По сравнению с первой игрой легионеры пропустили в три раза меньше. Только четыре шайбы. Но и этого уральцам вполне хватило для победы. Только 16-летний Алексей Шанаурин смог подпортить Лисам общую картину. Его шайба дает надежду на то, что в следующем сезоне на аванс-сцену легиона смогут выйти хоккеисты 2004 года рождения. Большую часть молодых игроков задействовали. В сезоне уже были изменения. Заявили старших игроков. 2000-2001 год. Дали обидцы пацанам 2004 года. В принципе, есть ребята, которые уже помогают команде. Забивают, отдают. В принципе, играют в первых, даже в трех звеньях. В ведущих, в принципе, звеньях и в большинстве участвуют. Регулярный чемпионат еще не закончен, но дома тюменцы больше не сыграют. Все 10 оставшихся матчей они проведут на выезде. Видимо, эти встречи и дадут ответ тренерскому штабу, на кого делать ставку в следующем сезоне МХЛ. Положение же на данный момент радовать не может. 23 очка после 46 встреч и предпоследнее место в турнирной таблице. Причем сибиряки еще могут подняться выше на две строчки. Впрочем, и шансы опуститься на самое дно они тоже сохраняют. Посиделки с джойстиком игровой приставки перед экраном телевизора с недавних пор считаются не развлечением, а спортивной дисциплиной. Чтобы идти в ногу со временем, футбольный клуб Тюмень организовал турнир на виртуальной арене. Криштиану Роналду, Киллиан Баппе, Неймар и другие звезды мирового футбола выполняли задания тюменцев в режиме популярного симулятора. Сони Плейстейшн, четвертая версия. Пятую ждем, когда она появится по адекватным ценам в нормальной продаже. То есть сейчас несколько проблематично ее за адекватные деньги достать. Те же самые джойстики DualShock от PS4, Xbox'ов нету. Заявки принимались только от любителей футбола старше 16 лет. К розыгрышу не допускались действующие игроки ФК Тюмень. При этом у потенциального киберспортсмена обязательно должна быть команда в игровом режиме Ultimate Team. Победитель отбирался во всероссийский турнир, который организует профессиональная футбольная лига. Мы еще не знаем, как это будет еще осуществляться. Просто ПФЛ сказала, что турнир такой будет, от вас нужен участник. Скорее всего, будет от каждого клуба участник. Все по-разному. То есть некоторые просто выявили, знают, что в своем городе есть такой супер-пупер участник. Разумеется, сразу его послали. Некоторые устроили денежные турниры, например, как Челябинск. Мы решили устроить бесплатный турнир и выявить на самом деле лучшего среди наших болельщиков. Специальные призы от футбольного клуба «Тюмень» финалистам вручал галкипер команды Вячеслав Граб, который тоже вводит знакомства со спортивными симуляторами. Сам не так много, но отношения, конечно, хорошие. Потому что в последнее время, я так понимаю, это уже прям мировой такой тренд. И уже хотят, я где-то читал, что прям чуть ли не олимпийский минус спорта сделать. Поэтому очень круто. Младший брат у меня очень много играет. Как бы я с ним могу поиграть, но не так много свободного времени. Но отношения прекрасны, тем более, когда люди, получается, и на мировых первенствах где-то представляют свои команды. Это очень здорово. Я только восхищаюсь ими. В решающем матче сошлись соперники по виртуальному полю, но друзья по жизни. Владислав Фельчаков и Евгений Каримов. Оба имеют за плечами опыт выступлений на всероссийских соревнованиях по киберспорту. Причем Каримов, выступающий под ником «Луис Гарсия 89», входил в топ-32 лучших игроков страны. Я люблю футбол с детства, наверное, лет с 10. Играю в ФИФУ, наверное, с 2008 на таких соревнованиях. Ну, в плане, наверное, уже лет 5 играю. Так что вот так. Владислав и Евгений не раз встречались в финалах подобных соревнований. Победа неизменно оказывалась на стороне Каримова. Однако каждой серии рано или поздно приходит конец. Фельчаков прервал ее, дважды обыграв оппонента, 3-1 и 7-4. Оказалось, все дело в измененном тренировочном процессе. Разбор своих игр. Играю товарищеские матчи с игроками посильнее уровнем. Ну и вот так вот. Главное смотреть на свои ошибки и понимать, где ты и что делаешь не так. Сроки и место проведения итогового турнира среди представителей клубов ПФЛ пока не определены. В Тюменской ночной хоккейной лиге завершился первый этап сезона в Лиге надежды. В последнем матче предварительного раунда действующие чемпионы играли с командой, которую тренирует в прошлом защитник Рубина Сергей Журиков. Команда именитого оборонца считается самой непробиваемой в НХЛ. Регулярку подопечные Журикова завершают на третьем месте. Оказавшиеся выше в таблице и Лутровский Атлант, и Арктик из областного центра считаются фаворитами сезона, но прогнозы в спорте дело неблагодарное. В плей-офф там входит 8, по-моему, или 7 команд, они все хорошие, то есть на каждую надо настраиваться, а задачи первое место, вот, так что как бы больше задачи не было. В заключительной встрече регулярки подопечным Журикова не удалось обыграть чемпиона НХЛ. В обороне они снова были хороши, пропустив лишь дважды, но вот забросить им удалось лишь раз. При этом матч порадовал огненной концовкой. За 5 секунд до финальной сирены Сергей Журиков взял тайм-аут, провел разъяснительную беседу с игроками и снял вратаря. В итоге выигранное вбрасывание и щелчок от синий, но вратарь транснефть Юрий Борщов победу для своей команды удержал. Досада осталась, что в том году не съездили на финальный турнир в Сочи. Конечно, может и этот сыграет. Так-то команда в основном одни и те же играют уже 4 сезона, так что опыт может быть и поможет где-нибудь в какой-нибудь игре. Во второй части сезона 14 команд Лиги Надежды делятся на два дивизиона. Первая семерка будет бороться за медали в круговом противостоянии, а вторая играет в свое удовольствие за 8 и 14 места. Завершится чемпионат только в конце марта. ГТО в Тюмени Подтянись к движению, получи свой знак отличия. Это была последняя спортивная информация на данный час. Завтра поговорим о тюменских мастерах марафонного бега и сверхволевых победах волейбольного клуба Тюмень в Магнитогорске. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok